ребят дорогие мои привет доброе утро смотрите что мне тут вылезло ой красота какая хочу вам показать камень привезли мне вчера вот такой вот камень это называется колотый кирпич такой вот он красивущий красный и серый привезли его чтобы облицовывать мне цоколь дома еще и плитку купил плитки не хватит малая что-то плитки взял такая плитка лава начали выкладывать ее но мне не не нравится как она выложена в общем вот это будем убирать заново будем перестелать куплю сюда угол наружный и внутренний по 90 градусов по нему будем укладывать так мне не нравится вот в общем как вы поняли мы занялись соколем как как все когда ты уже сделаешь когда вы уже займитесь все занялись все нормально все хорошо вот с этой стороны вчера полностью всю стену сделали ведь немножко уже на эту зашли тут у меня будет лючок я купил мы поставим чтобы можно было вот в эти соединения что мало ли залезть хоронить это я не стал мероприятием так вот он смотрится это все конечно постоит подсохнет а потом нужно будет все это пропитать сделать эффект мокрого камня вот такого кстати плитку тротуарную тоже надо подновить уже в этом году и все и будет здорово будет классно тут вот видите тоже фундамент немножко я сам делал там у меня ребята работают делают здесь я сам ну тут внизу все рабочую зону за шкафами шкафы не двигали а полностью вот так подсунули кирпичик сколько смогу ну смотрится красиво на стене красиво смотрите здесь я вчера поздно начал круче до конца не успел сегодня не знаю на улице дождь зарядил приеду сегодня ребята работать доделывать все это до конца хозяйство или не приедут но доделывать конечно это же все надо в первый день мы успели ну парни успели я это так подсматривающий сеткой оббить полностью весь фундамент ну то есть короче сделать подготовительные работы вот а все остальное вот они сделали вчера поэтому не знаю может быть сегодня даже и закончат блин погода на сегодня дождь стоит на весь день не жалко и вот хотелось бы наверное позвонить сначала узнать вообще может они скажут нафиг надо дождь мы не поедем это парни такие что скорее всего приедут и закончится дождик ребятки только сильнее думал парни не приедет но парни приехали продолжают работу и дали красота какая получается нам хлеба горит не надо работу давай нам солнце не надо нам партия светит и работают ведь без разницы погода все равно работаем правильно молодцы так и надо что отмазываться берем доделаем работаем красота получается единственное время у нас рано подрезку делать не можем пока ведь резать не можем только целые плиточки пока кладут все пацаны вот так я тоже там продолжил цоколь потихонечку выкладывать цоколь я сам делаю но я не веду зону парковки цоколь посмотрим через сколько отвалится тут видите я просто без сетки без всего отбил вот где крошится бетон бетон здесь очень плохой низкого качества где крошится вот отковыриваю отбивая и приклеиваю с той стороны у толика вообще там сильно все разваливалась кратеры но это вот такое качество бетона почему потому что если например грешить на то что навес и с него вода как бы туда капает так тогда логично было бы предположить что и с этой стороны где у нас навес между мной и батей он тоже должен был весь уже нафиг развалиться хотя бы по одной простой причине что здесь также все время стоит вода постоянно у него здесь стоит вода видео все кто смотрит на и старые все знают что когда идут сильные обильные дожди тут всегда у меня стоит вода и ничего и при этом бетон здесь целый видите нормально все а вот с той стороны вот между мной и толику вот этот участок вот он только почему-то прям очень сильно прямо страдает и он страдал сразу же сразу как мы заехали ну вот я со своей стороны сейчас закрою его вот так вот хочу сделать и потом может быть даже не знаю куплю плитку кафельную и максимально где можно капельную плитку еще сверху закрыть его чтобы он не страдал вот так вот вот увечка крошится ну это такой бетон я так думаю он там много кусок отвалился а с этой стороны уже все нормально вот так вот а а ну чё работа кипит парни трудятся так я сейчас поеду плитку куплю плитки не хватает надо докупить и вот эту будем переделывать мне не нравится так чу еще и клея надо еще купить и все поеду леруа сгоняю потому что плитка только там продается ребятки еду в леруа плитку докупать одну пачку еще есть три пищи три мешочка возьму уж наверняка хватило угол решил я угол еще подобрать подплитку и все и потом обратно назад вернусь уже обед будет сейчас время 9 45 так и будет наверно прокатаюсь вернусь к обеду так вот день не пролетит успел проснуться в 5 утра встретить ребят работяг но они тоже рано они общего очень рано приехали как вот уже скоро будет одет я уже вливаю вот мой образец плитки он такие углы подобрал вот наружный он привезененный под цвет подходит хорошо и вот внутренний видите еще но мне нравится нормально будет сочетаться жду прошлый раз мне пришлось ехать со стоянки забирать на первую партию а вот рассказали посидеть подождать сейчас принесут когда низ но ждать ребятушки дождался пока мне вынесут кафе долго все очень долго он он мой все уже в машине так все едем едем домой дождик достал дождик не успокаивается ну блин куда деваться то работать надо доделывать надо лучше не растягивать все это мероприятие так ну чё сгонял веру а дождь идет 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 и идет ну все уже пацаны мокрые вымокли нафиг не знаю крестом покушать поедят сейчас еще немного поработают и и на сегодня все а то еще не дай бог заболеют а заканчивается на эту стену не полностью закончили поставили лючок ну пока пускай сохнет я лезьте не буду там в пленке все здесь все закончено еще вчера было короче подводим итоги да здесь я уже сверху ну видите остатки плитки тротуарный так просто положил я не на цемент не на раствор не на чем просто сверху положил чтобы красивее было ну здесь я показывать не буду тут пока бардак вот с этой стороны полностью выложили все это сейчас я уборку небольшую делаю поэтому везде палки всякие разные здрасте здрасте пахнет хорошо ну так дождик идет вот и пахнет свежо ну еще целая стена то и крыльцо но на сегодня ребята сказали все уже промокли уже все ребятушки привет уже второй день я с вами на связи а с пацанами уже наверно четвертый по счету да по моему четвертый получает вчера рано они уехали потому что дождь но и сегодня приехали рано и надели вам плащи и работают хотят сегодня закончить я буду в казани готовить пробовать по крайней мере плов ну под их чутким руководством наверно чего-нибудь да получится сейчас обжигаю коза сжигая его на старый луковый шелухе он у меня долго долго очень стоял поэтому вот решил его вот так вот обжечь на староуховый шелухе и потом уже будем готовить я уже там немножко подготовил короче я решил приготовить из нескольких сортов висок нет форт один будет но и быть раз я взял вот такой вот бери они мы его очень любим силе я вот из него делаю очень вкусно получается таких я взял две пачки вот и взял еще полкило обычного но он что этот басмати что тот басмати просто тот с приправами идет этот без приправы но чем буду компенсировать я буду добавлять еще свои приправы у меня ну это по классике лук морковь зира соль готовить будем на массе на хлопку чеснок но это обязательно как без этого перец и еще и знаете что взял я не знаю надо будет не надо будет но я вообще взял куркуму взял паприку молотую паприку молотую мы можем использовать в салат я вот уже приготовил огурцы помидоры перец болгарский покрошу салатик мясо взял говядину взял мякоть здесь больше килограмма вот то есть на килограмм виса больше килограмма мяса у меня уходит он так вот получается я надеюсь что все получится все будет очень вкусно сам хочу поесть плов юлю покормить и чтобы парни наелись сегодня их кстати трое втроем все не приехали вот так как хотят быстро все доделать мы в принципе там уже осталось половину то есть не даже меньше наверно там сейчас покажу мордон тут заканчивает уже почти видите до крыльца укладывать плиточку здесь урал пахтит над ступеньками дождик конечно планы все портит здесь все надо будет вытереть притереть потом аккуратненько и пленочкой накрыть чтобы подсыхало все будет хорошо или углов так круче казанов вжог на луковые шелухи и оказывается надо лук закидывать на приготовление плова в первую очередь и его в приготовлении в самом не используют вы просто вот так вот обожгли придали аромат короче маски маслом и литр нами хлопкового и все и теперь надо закидывать мясо он мне говорит мясо мясо тащи мясо все все покажу как оказывается я и морковь неправильно раньше нарезал я такими брусками прям нарезал их надо прям соломочкой соломочкой делать видите прям соломочкой прямо а я раньше брусками нарезал он смотрит на меня понять не может что я делаю неправильно да и гретья и вот такой соломкой а ну все понял давай теперь буду продолжать мясо жарим на максимальном огне сейчас он запечатается и будем добавлять морковь кстати насчет моркови я никогда не думал что надо так много лет ну реально много походу в пропорциях знаете всего по килограмму берешь килограмм мясо килограмм моркови килограмм лиса и готовишь но у меня такое ощущение складывать лука конечно немного лука здесь две головки это вот буквально чтобы придать маслу аромат так они не объяснили пока не ну так 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 вот все делается не так как я делаю смотрите пожарилось мясо кладется чеснок и потом только сверху уже укладывается морковка но надо подождать до подождать надо вот так вот сколько подождать три минуты все добавляем морковку распределяемую вот так вот так хорошо шамши он повар короче он знает как делать конечно ей все готово сейчас принесу принес соль предложил паприку куркуму ничего не надо только соль и зира все больше ничего не добавляет вот так вот вот сначала подсаливают зирвак для того чтобы влагу отдавала мясо овощи чтобы влагу отдавали вот потом добавляется вода варится зирвак потом уже добавляется рис и потом еще подсаливается но вот пока вот так вот добавляется вода все делается на глаз мало будет еще добавится ну и перенесу я потом еще конечно воду так вот так шамши взял рис националь промыл его и сейчас добавляет кипяток а потом тот еще добавишь дарить будет полный казан у нас сегодня плова обалденно вкусно а мясо уже готово да 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 уже готов вас проморгал кстати я что-то этот момент зирой когда он добавлял ее это первое и второе сейчас пока ходил за кипятком уже шамши добавил вот этот рис ели который рис овощами и такой аромат сразу поднялся вообще обалденно сейчас останется только ждать нам когда все приготовится сколько еще минут тридцать-сорок как рис приготовить да 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 ну меня поправить потом пробовать надо да 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 ясно конечно но вот смотрите посторонний шамши смотрите шамши периодически поднимая переворачиваете это наверно делается для того чтобы он не подгорал ну вот и все охапка дров и плов готов мы видите какая красотища его надо перемешивают шамши этого перемешивать надо там внизу самое вкусное все о сколько там всего и самое вкусное то вот она где ух ребята аромат какой стыд обалденный не передать словами очень-очень вкусный запах то вот мы смешали получается два риса и вот второй конечно он аромат дает очень сильно ребятушки ну вот она какая красота получилось офигенно просто обалденный ну да с ребятами из узбекистана которые помогают делают работают ребятушки не вытерпел уже попробовал без вас но очень вкусно ничего особенного готовят все так же как и все но у них почему-то получается много вкуснее обалденно любимая пробует тоже горит очень вкусно нравится все ребята я буду кушать всем кто со мной приятного аппетита вам ничего мы же ведь не только вкусно кушаем мы еще и ударно трудимся все уже финишной прямой все подходит видите как красота какая здесь вот такой небольшой заходик здесь закрывается здесь ничего видно не будет короче осталось только крыльцо самое основное самое главное мангал я убрал казан почистил всех накормил всех и папу с татьяной виктором очень вкусный пол они конечно узбеки еще красавчики молодцы готовят вкусно но я если честно очень доволен тем что у меня есть вот такой вот мангал казан я когда его смастерил сделал вообще я я радовался просто счастью моему не было предела классная вещь всем рекомендую дома держать вот такой у меня он под навесом всегда сухой вообще классно конечно еще круче если есть отдельная мангальная зона и либо беседка с мангалом куда ты раз занырнул и все и машина под навесом и мангал на своем месте как положено но у меня участок маленький небольшой может быть в будущем бассейн вот думаю в этом году ставить не ставить наверное не буду ставить поэтому может быть в будущем даже и вот на месте где был бассейн где стоял можно организовать какую-нибудь мангальную зону беседку да чему бы нет но это все на будущее сейчас я беру щетку шланг и вот пройдусь вот так вот вдоль кирпича видите вот это вот белая полоса сейчас все это буду замывать убирать чтобы все было чистенько и здесь надо это сделать мероприятие в общем и вот тут надо все это тоже сделать хозяйство из-за дома в общем везде сейчас начну сколько успею сделаю может все успею сделаю может не все может пацаны соберутся скажет а ну его нафиг дочь уже такое сильный что давай закругляться лучше приедем еще раз доделаем но уже без дождя а может и закончат не знаю правда я вчера не стал настаивать сказали домой значит домой все ну его нафиг болеть еще у них сезон рабочий только начался ну грубо говоря начался у нас по моему в этом году он не заканчивался с у нас снега то не было в этом году только дождики портит работу и все ну чё гладко ничего никогда не проходит мне срочно надо ехать в лерой мерлен ребята хотят закончить сегодня а не хватает порожка и почему-то об этом не сообщили только сейчас но это как всегда я привез в руки вручил торжественно хватит хватит плитки хватит хватит а теперь выясняется что порожка не хватает ну срочно еду в город леруа мерлен ты теперь поделаешь так ключа 25 минут без пробок это прям шикарно если еще и обратно то я вообще в час или за это время еще пока ничего не понадобится я почему-то уверен я все угол взял бегом на кассу самообслуживание и назад ничего репорт у меня до города и обратно за 50 минут вот он угол вот еще у них остался до 50 минут туда и обратно урал представляешь себе вот еще только один поставил а я еще привез тебе 20 вот так вот я быстро так что сегодня точно закончен пацаны даже вон колодец обложили мордон колодец видите обложил скафель если останется мы сверху кафелем и закроем и будет красиво и здесь мордон тоже закидывай трубу закидываем на какие что ребятки на улице уже девять часов доходит но парни не успокаиваются не сегодня прямо настроены и нацелены на то чтобы закончить учим что касается колодца мордоном тренируется и в общем ну вот как так это чисто бонусом так малость не аккуратно но тем не менее все очень классно мне по крайней мере все нравится нормально все здорово чем просто голый кирпич так намного намного лучше вот что у нас крыльцо уже почти закончили прям чуть-чуть осталось совсем немножечко последние штрихи сверху вот одну клиточку там уже лестницу полностью закрыли и вот здесь с торца ребята хотят принарядить еще немножко и останется вон там видите камень было жить его не до выкладывали потому что не было готова лесенка сейчас уже лесенка готова и можно камень по быстренькому доложить чем сегодня ребята закончат до скольки не знаю ну может быть еще часик провозится и все и уже домой поедут сказать что я доволен да ничего не сказать я просто супер когда волен очень доволен да урал классно мне нравится все здорово ребята время утра ну и хотелось бы завершить мой влог кадрами того что у нас на утро здесь я ничего еще не делал ничего не замывал вот все что вы видите это вчера делалось ночью то есть надо будет мне сегодня утром все это по замывать как следует почистить там вот я вот все почистил все эти места соприкосновения с фундаментом вроде пока не просохла смотрится неплохо что у нас здесь я не знаю здесь тоже наверно еще надо будет замывать ну да конечно надо замывать все это еще раз сегодня наверное этим и займусь выглядит хорошо мне нравится сочетание хорошие камня плитки тротуарный и крыльца отлично все здорово мне все нравится вот такая вот была проделана работа ну а вы не забывайте подписываться на канал ставить лайки обязательно обязательно бейте в колокольчик чтобы не пропустить наши новые влоги всем удачи ребят